ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Власти регионов могут получать право вводить штрафы за передвижение на слишком шумном транспорте по ночам. Размер взыскания от 5000 до 30 тысяч рублей. Законопроект разработан Московской городской думой. Вскоре он поступит на рассмотрение Госдумы. Документом предусматривается возможность автоматической фиксации нарушений с помощью шумомеров, работающих совместно с дорожными камерами. ТРАССА 101 На заводе «Москвич» в российской столице стартовало производство кроссовера «Москвич-3». В его основе лежит китайская модель «Джак-Джей-Эс-4». В продажу автомобиль поступит в конце декабря. Стоимость пока не озвучивается. Паркетник оснащен полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадей. Трансмиссия, механика либо вариатор. В перечень функций входит цифровая приборная панель, аудиосистема с шестью динамиками, электромеханический ручник, камеры кругового обзора. ТРАССА 101 В некоторых российских автосалонах появился новый кроссовер «Дачи Дастер» 2022 модельного года. Делают машину в Румынии. От российского «Дастер» она отличается только передними фарами и решеткой радиатора. Техническая часть та же самая. В частности, это дизельный 115-сильный двигатель, шестиступенчатая механика и передний привод. Цены начинаются от 2 миллионов рублей. ТРАССА 101 Ряд российских дилеров «Тойота» начал принимать заказы на полноприводный внедорожник «Тойота Секвоя», который поставляется к нам в рамках параллельного импорта. Продавцы просят за него от 10 до 13 миллионов рублей. Автомобиль построен на одной платформе с «Лэнд Крузер 300». Гибридная силовая установка выдает 437 лошадиных сил. Коробка-автомат. Интересно, что в других странах «Секвоя» стоится намного дешевле. Например, в Казахстане в переводе на рубли порядка 3,5 миллионов. ТРАССА 101 Российский электромобиль «Атом» должен появиться в продаже в 2025 году, а ближе к концу 2023 официально представят его прототип. По словам создателей электрокара, он будет ориентирован в первую очередь на молодое поколение. При его производстве будет реализовано множество инноваций, которые изменят представление об управлении автомобилем. К примеру, у «Атома» якобы не будет привычных педалей, газа и тормоза. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «ТРАССА 101». До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова